Дорогие братья и сестры, салам алейкум. У нас очередная встреча с нашим дорогим Асхат Хазратом, с нашим шейхом, с нашим устазом. У нас очередная серия нашего цикла «Подзарядка имана» с Асхат Хазратом. Сегодня мы снова затрагиваем тему приближающейся фитны. Мусульман, верующих, священные писания, предания наших пророков, причистых, да будет с ними мир и благословение Всевышнего. Предупреждали о грядущей смуте, о грядущей фитне, когда рассеется знание, когда люди перестанут слушаться ученых, когда умножатся секты, когда умножится ересь, когда умножатся заблуждения. И люди будут следовать за этим заблуждением, считая, что это единственно правильный путь в нашей жизни. Наши народы пережили много испытаний. Это и крестовые походы, это и войны за независимость, это и попытки неправедных правителей исказить религию, это и сталинизм, это и фашизм, это и депортации. Но все эти идеологии, испытания не извращались в сущность самого человека. Сегодня же идет фитна, которая выворачивает наизнанку фитру человека. Она человека превращает в животное, в не человека. Когда из женщины делают путем принудительных хирургических операций мужчину, когда из мужчины делают женщину, когда детям навязывают просто какую-то ересь насчет того, что ты можешь сам выбирать себе пол. Когда семьи живут в перемешку друг с другом, показывают это все детям. Когда уже непонятно, кто в этом обществе, кто является кем, потому что появляется 15, 20, 30 новых гендеров, полов. Посмотрите в сети видео, как депутат немецкого бундестага, немецкого парламента, зачитывает с трибуны все новые гендеры, полы, которые появились в немецком обществе. Мужчины, женщины, трансгендеры, транссексуалы, бисексуалы, асексуалы. Он 30 минут почти перечисляет их, потому что это полное разрушение человеческой личности. Это приходит к нам, это появляется уже в нашей стране на эстраде, это появляется где-то через отдельных сторонников, продвигателей этой ереси на разных уровнях власти. Это коснется неминуемо наших детей и наших внуков. И мы должны уже сегодня, понимая опасность этой фитны, которая встанет перед всем нашим государством, перед всей нашей нацией, перед всеми нашими народами, мы должны сегодня думать о том, как обезопасить себя от этой фитны. Чтобы она не выжгла наши сердца, чтобы она не извратила наши души, чтобы она не сломала наши жизни. Хотя уже есть случаи, когда семьи на Кавказе, в Азии, в Павловских, Сибирских регионах ломаются, потому что дети встают на этот путь, попадая под чудовищное античеловеческое магнетическое влияние этой грядущей фитны. Дорогой Хазрат, наверняка вы на учебе, когда вы получали исламские знания, и когда вы сейчас повторяете Куран, сталкиваетесь с хадисами, вы видите эти предупреждения, знаки от Всевышнего и Пророка Мухаммада, миром и бадусалима. Что нас ждет и как к этому подготовиться, дорогой Хазрат? Во-первых, хотелось бы нам всем напомнить, что Аллах говорит в Куране, что фитна смутная хуже, чем убийство. Почему? Потому что когда происходит убийство, в такой великой гре, как убийство, бывает умирает один человек. А когда фитна, она не умирает, а распространяется как паразит среди общества, и люди все этим, в эту смуту впадают, и это распространяется все больше и больше. У нее нет остановки, она не умирает, фитна продолжается, и переходит из поколения в поколение, или в каком-то обществе она распространяется. Также Пророк Мухаммад, салаллаху алейхиссалам, предупредил меня, вас, всех нас, и сказал, фитна смута, подобно спящей змеи, и кто ее разбудит, Аллах проклинает. И если посмотреть, уважаемые братья и сестры, Шех Руслан, в Сурат-Аль-Кахф, который мы с вами всегда читаем в Пятницу, и Пророк Мухаммад, салаллаху алейхиссалам, сказал, то, кто ее выучит, или то, кто прочитает первые 10 аятов из Сурат-Аль-Кахф, последние 10 аятов из Сурат-Аль-Кахф, то есть, спасется от смуты Даджжаля, антихриста, одноглазого антихриста. И каждый Пророк приходил в свою уму и предупреждал людей, чтобы они прибегали к Аллаху, субхану алейхиссалам, от самой великой смуты, это Даджжаля, этого антихриста. Это самая-самая-самая великая смута, которая вообще может быть. И Пророк Мухаммад, салаллаху алейхиссалам, прибегал и сказал, я прибегаю к тебе, и тот, кто из Сурат-Аль-Кахф читает первые 10 аятов в пятницу, последние 10 аятов, или выучит их, то он спасется от этой фитны. Почему же? Потому что в этой самой же Суре много других фитны говорится. И одна из этих фитн, фитна Туддин, когда смута в религии, смута духовного характера. Если посмотреть, Сура начинается, когда история о юношах, говорится, 3 или 4, 5 или 6, точно, неважно сколько, но это была группа юноши, в Татсире говорится, что это были из богатых семей, и они друг друга не знали. Они были благочестивые И они хотели спасти свою религию И были из богатых и благочестивых семей И они друг друга не знали А встретились на одном месте, где они вместе Этот юноша отсюда пришел Этот отсюда, дабы спасти свою религию И вместе объединились И если посмотреть, среди них Не было пророка И среди них не было книги Которые они могли бы читать, какое-то откровение Не было никакого му'джиза Какого-то чуда, а что их спасло, это единство И Аллах, начиная говоря о них Сказал То есть мы привязали их сердца То есть взялили, внушили в их сердца То есть вместе их, они держались вместе В начале этой истории и в конце Этой истории, Субханава Тааля, говорят Проявлять терпение вместе с теми Которые хотят лика Аллаху Проявлять свое терпение на поклонение Всевышнему Аллаху Дабы добиться довольствия Всевышнему Аллаху Здесь То есть Аллах, Субханава Тааля, нам показывает и говорит Когда бывает смуты, что делать нужно Первое, быть единомышленниками Чтобы у нас был, альхаммаду, здравый разум Понимание ценностей вещей И чтобы мы вместе этого придерживались И тогда будет, иншаллах, мы сможем спастись От той или иной смуты Также в хадите, который пророк Мухаммад, Субханава Алейхи Салам Всевышний 14 веков сказал Предупредил нас с вами И сказал, что будут Фитны И сказал Переезжайте Опережайте смуты, которые придут к вам Подобно темноты ночи Благими деяниями Как понять темноты ночи То, что человек ночью, когда выйдет без фонарика в лесу Он не может увидеть дорогу Так же не сможет Такие будут времена, как все сейчас перепуталось Вещи, которые ненормальные для человека Астахфурла Какие-то ужасные вещи Для кого-то это является достоинством Субханава То есть и человек Обычный человек не может понять А где истина, а где ложь Подобно темноты ночи Как ты не сможешь найти дорогу Так же не сможешь понять Где истина, где ложь Такие времена придут Они настали И пророк Мухаммад Что сказал Не обращайте на это внимание А просто творите благие деяния Опережайте это благими деяниями А если это вторгается в нашу жизнь Из телевизора Из смартфона Из планшета Из компьютера Чтоб мы не открыли Везде выскакивает реклама Везде выскакивают Эти всплывающие окна Дети сидят Делают уроки, допустим Школьные уроки на дистанционке И просто у них перед глазами Вот так вот как Как в цирке просто Из цилиндра клоуна Да, фокусника Выскакивают Вот эти соблазны Которые зовут их в этот мир Сладострастный Но в полные заблуждения И уводящие их от религии И послушание родителям Здесь тогда нам с вами Как родители Мы должны быть бдительными Должны с детства Обучать своих детей Ценностям Которые обучали нам Наши родители Их наши дедушки И бабушки То есть Должны быть стараться Чтобы у них Чтобы у них было даже понимание Что вот эта реклама Это не есть правда Это не есть хорошо А чтобы они знали Свои ценности Свои традиции Свою религию Об этом мы много говорим И не устанем это повторять Что каждый родитель Должен вести своего ребенка Во взрослую жизнь Полную испытаний Соблазнов Угроз И максимально его закалить С точки зрения веры С точки зрения убеждений С точки зрения послушания родителям С точки зрения подчиненности Национальным традициям Устоям Духовным устоям Это отдельная работа Мы наверное посвятим Еще несколько видео этому Но я сейчас хотел бы Вот на что еще обратить внимание Дорогие наши слушатели Очень серьезные аналитики Обращают внимание на то Что западная идеология Которая считалась светочем Демократии, свободы Права человека Она сегодня Меняет обличие И превращается в цветной БЛМ и ЛГБТ Западная демократия Которая несла Освобождение народов Защиту прав человека Борьбу за освобождение Порабощенных народов Сегодня сама Выворачивается И превращается В цветной Кошмар ЛГБТ И других Полов И плюс БЛМ Где полностью Извращена Сущность человека И аналитики пишут Что эта идеология Победила все остальные В современном мире Она победила Социализм Она победила Коммунизм Она победила Фашизм Она победила Национализм Она победила Она побеждает Китайский коммунизм Потому что он тоже Становится Рыночным Либеральным Он тоже пропитывается Этой ересью Она победила Христианство Католическое Западное Христианство Практически Уничтожено И то же самое Касается Протестантизма Остатки Очаги Сопротивления Где-то в Евразии В лице Там Православных Мусульман Понятно Что у мусульман Напряжение этой борьбы Выше Вы посмотрите Что творится В Афганистане Талибан Просто Ценой 20 лет Самоубийственного Сопротивления Изгнал Носителей Этой идеологии Из своей страны Но это не значит Что они избавились От того Чтобы эта идеология Теперь проникала К ним Через телевизоры Смартфоны Через границы Поверх границ И так далее Эта борьба Не прекратилась И Мы должны Подготовить Свои души Сердца Семьи Детей Внуков К тому Что Будут Страшные испытания Будут Страшные испытания Для людей И верующих Для тех Кто ценит Духовные устои Семейные ценности Это касается И православных И иудеев И мусульман И представителей Других религий И даже тех Кто просто живет Общечеловеческими ценностями Сметаться Разрушаться Будет все Они хотят Переписать Код человека Они хотят Превратить его В бессловесное Животное Которое Будет жить Просто сексуальными И животными Страстями Но мы Люди Духовные Мы Стремимся Туда Мы стремимся К Господу Мы стремимся Вверх Возвысить Свою душу И сердце Чтобы человеческое В нас И божественное Побеждало Вот это Животное Начало Которое Они нам Насаждают И Именно Этим Пропитано Этой болью За будущее Наших детей И внуков Пропитано Данное Видео Дорогой Хазрат Ваши Последние Наставления Нашим Зрителям Хотелось бы Обратиться В первую очередь Самому себе И всем нам Чтобы мы Альхамдулля Даже если Верующий человек Альхамдулля Мусульмане Например Как мусульмане У нас есть Альхамдулля Мы должны обучать своих детей Религию с детства Чтобы они знали Первую Жизнь Божия Ценности религии У человека Даже который Не так Так скажем Глубоко Зная свою религию Есть у нас Так же Красивые Национальные Качества Которые Ребенок наш Должен знать Непротиворечащие Непротиворечащие Но украшающие Через традиции Через это То есть даже Например Человек Который может быть Не так Нет у него Образования в религии Но у него есть традиционные Какие-то свои навыки Для него тоже Эти вещи Которые происходят На Западе Ненормальные То есть вот это Вот не терять За них держаться Да держаться За наших То что обучали нам Наши отцы Наши деда И передавать И передавать это Нашим своим детям И должен быть Крепкий фундамент В этом Это Духовная пища Вот это Любовь ко Всевышнему Творцу Создателю Вот это то что Альхамдуля Поможет нам И нашим детям И после нашей смерти От наших детей И так же В нашей могиле Иншаллах Через благие Деяния наших детей Нам тоже Да Аллах Субханаму В могиле Мы увидим Великие награды Всевышнему Создателю Иншаллах Афикум Баракулу Что касается того Как воспитывать детей Как укреплять их Сегодня И готовить К будущей Взрослой жизни Полный Угроз Испытаний И Смут А это Мы видим Уже неизбежно Мы поговорим В новых наших Встречах Иншаллах Баракулу Афикум До скорых встреч Саляма Аликам Саляма Аликам